Озеро, окрашенное в зелёный цвет, зловонный запах и мёртвая рыба на берегах. К сожалению, это не начало фильма ужасов. Это то, что прямо сейчас происходит с многими водоёмами нашей страны, и даже с кристально чистым Байкалом. Всем привет, вы на канале Дано, и сегодня мы расскажем, почему цветёт Байкал, как бытовая химия с косметическими средствами отравляет воду, и каких правил стоит придерживаться при выборе чистящих средств. Но перед тем, как мы начнём, поставь лайк этому видео и подпишись на наш канал. Здесь много интересного. Цветение водоёмов вызвано активным размножением фитопланктона и микроводорослей – спирогиры. Именно водоросли придают воде зелёный цвет. Отмирающая спирогира скапливается у берегов и начинает разлагаться, издавая неприятный запах. Однако от наших глаз скрыты более страшные процессы. При разрушении тел водорослей микробами расходуется большое количество кислорода. От нехватки кислорода погибает рыба, водные млекопитающие, а также растительность на дне. Некоторые виды водорослей выделяют токсины в процессе роста, другие разлагаются с образованием ядовитых веществ. И такая вода становится непригодной для питья и купания. И, к сожалению, всё это – дело рук человека. За последние сто лет люди стали использовать около сотни тысяч новых химикатов. Стиральные порошки, косметические и чистящие средства, зубные пасты – все эти продукты плотно вошли в наше ежедневное пользование. Однако для усиления чистящих свойств и смягчения воды в них добавляют фосфаты – неорганические соединения фосфора. В небольших дозах они безвредны для человека, но, попадая в воду, фосфаты нарушают экосистему водоемов. Большинство очистительных сооружений не могут полностью уничтожить вредные химические вещества, а в маленьких городах и деревнях, где нет очистительных сооружений, фосфаты попадают напрямую в реки и озера. Оказавшись в водоеме, фосфаты, действуя как удобрения, приводят к эфтрафикации – массовому росту в воде фитопланктона и микроводорослей. А вы пользуетесь фосфоросодержащими чистящими средствами? Пишите в комментариях. К эфтрафикации ведет не только использование фосфоросодержащих моющих средств. Необработанные источные воды, в особенности из животноводческих комплексов, и смыв удобрений с полей также ведут к цветению водоемов. Проблема может казаться несущественной, если не знать настоящих масштабов. Области озер и океанов, обедненных кислородом из-за эфтрафикации, называют мертвыми зонами. Количество мертвых зон увеличивается с каждым годом. В 2008 году, например, таких зон существовало более 400. Одна из самых страшных мертвых зон находится у побережья США в Мексиканском заливе. Сток удобрений из бассейна реки Миссисипи создал мертвую зону площадью в 9 тысяч квадратных миль. Как вы можете видеть, мертвые зоны находятся в районах с высокой индустриализацией и плотностью населения по всему миру. Мертвой зоной однажды может стать и Байкал. Если во многих регионах России очистные сооружения могут минимизировать попадание фосфатов в местные водоемы, хотя полностью их удалить все равно не удастся, то на Байкале дела обстоят значительно хуже. Ученые выяснили, что в прибрежной зоне озера в растворенной воде постоянно присутствует 230 тысяч тонн фосфора. Это настолько ничтожное количество для гигантского его объема, что приборами общего анализа присутствие фосфора не улавливается. Спирогира, и ранее встречавшаяся в озере в небольших количествах, никак на него не реагировала, а тут вдруг пошла в бурный рост. Во второй половине 2017 года, объявленного в России годом экологии, Росприроднадзор в очередной раз проверил очистные сооружения сточных вод центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Результаты проверки ужасают. Практически все очистные сооружения на берегах Байкала не могут очистить стоки даже до необходимой и указанной в законе нормы. Большинство таких сооружений изношены и фактически не работают. Во многих местах на берегу озера вообще нет очистных, и даже там, где они есть, они не выполняют своей задачи. Далеко не все дома подключены к канализации. На Байкале спирогира растет как раз там, где грунтовые воды или воды нижних участков рек загрязняются неочищенными стоками. А именно, только напротив населенных пунктов или центров туристической активности. Все это негативно сказывается на уникальной экосистеме озера. В Байкале живут около трех тысяч животных и водных растений, две трети из которых – эндемики, то есть встречаются только там. Спирогира мешает им комфортно жить и размножаться, все больше захватывая озеро. Помимо всего прочего, эфтрафикации опасны и для человека. Во-первых, очистка питьевой воды усложняется, вода приобретает неприятный вкус и запах. Во-вторых, вода может стать буквально ядом для человека. Зарастание реки может снизить скорость ее течения и мешать навигации. А также важные промысловые виды, например, лососевые или сеговые, могут исчезнуть из пораженных вод. Согласно журналу Time, 3,4 миллиона человек ежегодно умирают от болезней, связанных с загрязнением воды. В то же время, 1 миллиард человек испытывает недостаток чистой питьевой воды. Человек может прожить около месяца без пищи, а без воды – только неделю. Уменьшение запаса пресной воды в предстоящие годы будет создавать всю большую опасность. Евросоюз ограничил содержание фосфатов в моющих средствах до пяти, чтобы остановить их вредное влияние на водоемы. Во многих странах Европы, в Америке, Новой Зеландии при этом вводятся национальные ограничения. Ужесточается контроль за производством бытовой химии, чтобы постепенно полностью отказаться от фосфатов. Полные запреты на эти вещества уже действуют в Японии, Корее, Тайване и некоторых крупных городах Китая. В России пока только предлагают запретить продажу бытовой химии, которая содержит 5 и более процентов фосфатов, в центральной и буферной экологических зонах байкальской природной территории. Запретить продавать такие стиральные порошки на Байкале – уже большой шаг. Но можно не дожидаться официальных запретов и начать самостоятельно использовать нетоксичную бытовую химию у себя дома. Как выбрать экологичную бытовую химию? Конечно, всегда смотреть на состав и маркировки. Мы вам с этим поможем. Вот список веществ, в которых стоит остерегаться. Ионогенные поверхностно-активные вещества. Ионогенные ПАВ. Они опасны для здоровья человека и для окружающей среды. Чем заменить? Неоногенные ПАВ. Сапонин, полученный из мыльнянки или стиральных орешков. А также сахарный алкилполиглюкозид – APG, добываемый из кукурузы, сахарного тростника и кокосового ореха. APG – это биоразлагаемое вещество, которое не вызывает аллергических реакций. Именно эти ПАВ используются в производстве натуральных средств для дома. Вместо фосфатов – циолиты или поликарбоксилаты. Они легче вымываются при полоскании и не вызывают аллергических реакций. Если не получается найти стиральный порошок без фосфатов, выбирайте тот, в котором содержание этого вещества менее 5%. Хлор. В составе бытовой химии хлор опасен, а его соединение накапливается в тканях живых организмов и вызывают токсичные нарушения. Однако некоторые производители до сих пор добавляют его производные в состав чистящих средств. Например, в жидкости для мытья сантехники. Чем заменить? Средствами без содержания хлора. Например, на основе четвертично-аммониевых соединений, третичных аминов, альдегидов или полигуанидов. Выбирайте чистящие средства на основе соды или мраморной крошки. Замените хлоросодержащий отбеливатель на кислородосодержащий, действующее вещество которого – атомарный кислород. Также токсичны. Аммиак – входит в состав средств для мытья стекол. Диэтиленгликоль – нефтяные растворители. Перхлоротилен – входит в состав аэрозолей и спреев. Формальдегид – содержится в средствах для мытья посуды и очистителях ковров. Бутилцилозольф – содержится в растворителях. Выбирая средства, обращайте внимание также на маркировку упаковки. Для начала разберемся со значениями некоторых предупреждающих значков. Первый значок – восклицательный знак. Раздражающий. При попадании в глаза и на кожу такой продукт может вызвать зуд, раздражение. Испарения продуктов с такой маркировкой могут вызывать кашель и воспаление дыхательных путей. Вредный. Черный крест на оранжевом фоне. Этот значок чаще всего встречается на упаковках с растворителями, лаками и красками. Он говорит о том, что продукт содержит одно или несколько вредных или токсичных веществ. Едкий. Колба, проливающаяся на кожу. Предупреждающий значок говорит о том, что в состав продукта входит щелочь или кислота в большой концентрации. При попадании на кожу средство может вызывать тяжелые ожоги и серьезные повреждения кожи или слизистой оболочки. Мертвая рыба и засохшее дерево – опасные для окружающей среды. В состав продукта с этой маркировкой могут входить вещества, создающие угрозу для жизни живых организмов. Теперь о том, как распознать безопасную бытовую химию. Выбирайте продукты с международно признанной эко-маркировкой. EU Ecolabel, Nordic Ecolabel, Ecosert, ICEA, EcoGarantee. Помимо международных гарантов качества, есть и российская. Все эти значки относятся к эко-маркировке первого типа, которой можно доверять. Средства с этой маркировкой не вредят ни природе, ни людям. Не доверяйте надписям ECO и BIO, если нет соответствующей проверенной маркировки. Как еще можно внести свой вклад, чтобы изменить ситуацию к лучшему? Вот несколько дополнительных простых советов. Отремонтируйте текущие экраны. Не стоите долго под душем. Не тратьте лишнюю воду, когда бреетесь или чистите зубы. Не стирайте полотенца после каждого использования. Отложите стирку, пока не наберется достаточно белья для полной загрузки стиральной машины. Тоже относится и к посудомоечной машине. Подпишите петицию Greenpeace в защиту трех российских объектов ЮНЕСКО. Вулканов Камчатки, Западного Кавказа и озера Байкал. Ссылка будет в описании. Мы давно привыкли к тому, что в новостях часто говорится о загрязнении окружающей среды. И порой думаем так. Мне все равно, пока это не касается меня лично. Но экологические проблемы уже сейчас касаются каждого. И мы в силах это изменить. Делитесь этим роликом с друзьями, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Мы выпускаем ролики об экологии и здоровье каждую неделю. Спасибо за просмотр. Пока-пока.